Хотите увидеть Рубилова круче, чем UFC? Тогда вы зашли по адресу. Такую зарубу можно увидеть только на этом турнире. Привет, броненосные жирафы! С вами проект Муай-Тай Сикея, я Варченко Виталий. Сейчас мы посмотрим на первый четверть финал командных боев по правилам кикбоксинга K1, где бойцы дерутся 4 на 4. А как именно это происходит, я вам расскажу. Итак, начну по порядку. Сначала расскажу вам, кто сошелся в этом бою, потом правила турнира, а потом отвечу на самые популярные замечания. Я уже делал обзор финального боя с этого турнира, и он вам очень понравился, так как набрал миллион просмотров. Кто не видел, можете посмотреть в подсказках или плейлисте «Лучшее». Поэтому я решил показать все бои с этого турнира, хоть их и не так много. Итак, в нашем сегодняшнем замесе сошлись команда из Краснодара «Кузня» в черных шортах и команда из Санкт-Петербурга «Эйэс Тим» в белых шортах. Дальше буду рассказывать в основном для тех, кто смотрит такие бои впервые, но и остальным не помешает освежить память. Сначала расскажу про сам турнир, который называется «Термопайл Тим Комбат», а потом отвечу на самые частые вопросы и замечания. Во-первых, это уникальное и единственное в своем роде событие такого формата. И люди, которые его придумали, красавчики. Конечно, есть несколько нюансов, которые нужно доработать, но я думаю, в последующих турнирах они их исправят. Во-вторых, регламент. В чемпионате приняли участие 8 бойцовских команд со всей России. Поединки проходили в одну ночь по Олимпийской системе, где проигравшая команда выбывает, а победившая команда переходит в следующий круг соревнований. То есть команды, которые дошли до финала, провели по 3 боя за вечер, а для некоторых бойцов это было 6 схваток. Команда, выигравшая чемпионат, получила возможность представлять Россию на чемпионате мира, который пройдет в 2020 году. И в-третьих, правила. Прежде всего нужно сказать, что бои проходят по правилам Кайуан, то есть никаких бросков и партера, только месиво в стойке, что делает бои очень зрелищными. По правилам турнира, каждая команда выставляет на бой 4 бойца, но дерутся между собой бойцы один на один. Когда один из бойцов проигрывает, то его сразу заменяет следующий из его команды. А победивший продолжает драться уже со следующим. Таким образом, теоретически, один боец может перебить всю команду противника, проведя 4 схватки. Но это, конечно, практически нереально. Кстати, по правилам, боец может сам сняться с боя. Например, проведя 2 схватки и одержав победу над двумя бойцами, он понимает, что полностью выдохся. И чтобы не подвергать опасности здоровью, он может сняться с третьего боя. Таким образом, а побеждает та команда, у которой в ринге останется хотя бы один боец, а у второй команды все тигры будут повержены. А теперь хочу прокомментировать самые частые вопросы и замечания. Само название турнира Thermopile означает ущелье, в котором происходила знаменитая разборка 300 спартанцев с захватчиками. Отсюда и форма ринга. Многим она непонятна, но лично мне очень нравится эта идея. Такая форма коридора не дает возможности бегать кругами и уходить от боя. То есть бойцы могут практически двигаться только вперед и назад. Поэтому для зрителей это сплошной экшен, без возможности сесть на велосипед. Второй момент это нахождение всей команды в ринге. Вот это мне уже не понравилось. И организаторам в следующих турнирах нужно вывести бойцов за канаты, которые не участвуют в бою. Тогда они не будут постоянно мешать тем, кто сражается. В общем, все, что я хотел сказать, кроме одного сказал. А вы обязательно пишите свои замечания и впечатления в комменты. Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк и делись видео с друзьями. Им обязательно нужно это увидеть. А если ты хочешь стать таким же мощным бойцом, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. А теперь не буду вам мешать наблюдать за этим мега событием и действом. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Начало и должно было быть у этого исторического события, чтобы это был бой от ножа, чтобы кость в кость рубились. Да, вот это начало. Изводы на оба бойца, но стоят они. Внимательно, сюда. 30 секунд осталось. Предупреждение за работу после команды стоп. Внимательно. Брать! Повернись сюда. Да, и этим парням еще сегодня возможно предстоят полуфиналы и финал. Кому-то точно они предстоят. Турнир проходит по олимпийской системе. Старая добрая восьмерка в один вечер. Все как мы любим. Настоящий хардкор. Четыре с половиной минуты сплошной рубки мы наблюдали с вами. А ведь победителю этого первого боя предстоит сразу же схватка со вторым соперником. Да, я, если честно, пока Александр с трудом представляю, как будет сейчас кто-то из этих парней драться со вторым соперником. Ну да, все силы они оставляют здесь, чтобы отбежать первую победу в этой командной битве. Такого еще... Ох ты! Попадает! Потому что боковой еще один хайкик. Итак, закончилось у нас время, похоже. Готов? Внимательно, сюда! Внимательно, Николай! Последние секунды боя между Николаем Никитенко и Рустамом Рахимовым. Кузня против AST. Это термополитим комбат. Первый в истории чемпионат. И какое прекрасное начало. Закончился первый поединок первого четверть финала. Никто не уступил досрочно. Поаплодируем этим прекрасным воинам. Но кто-то из них вынужден будет покинуть термопил. Первый бой. Первая победа в первой паре команда Кузня. Итак, Николай Никитенко одерживает победу. Рустаму Рахимову придется покинуть фирмопил. Боец у нас сейчас от команды Steam. Будет биться снова с Николаем Никитенко. Да, вот это... И сразу же удар с разворотом. Самое интересное в этих боях. Абсолютно свежий соперник против проведшего уже пять минут. И избивает он просто Никитенко в углу. Но тот стоит. Мы видели, что и Рустам Рахимов атаковал постоянно. Был удар в пах. Остановка боя. На свою половину. Показывает Никитенко, что все с ним хорошо, что он может продолжать бой. Он абсолютно так же начал улыб против Рустама. Тоже принимал. Выдержав натиск стократной превосходящей армии персов. Посмотрим, будет ли здесь такие герои, которые смогут в одиночку завалить четырех оппонентов. И для своей команды добыть победу. Идет вперед. Так, это был прихват, судя по всему. Внимательно. Удар коленом, захватом запрещен. Было предупреждено. Замечание. Внимательно. На свою сторону. Как себя чувствуешь? Да, это новый вид спорта как для зрителей, так и для спортсменов. Видимо, что забывают они в некоторый момент про правила. Но это все временно. Все сейчас привыкнут к этому. Это самый первый бой в истории. Поэтому, конечно, какие-то нюансы здесь возможны. Все только-только начинается. Начинается все очень яростно. Очень жестко. Я просто удивляюсь стойкости Никитенко. Сколько ударов он принимает на защиту, на блок. Многие из них проходят. Призывают Никитенко рубиться на ближней дистанции. Конструкция фермопила, она как раз получается, что для такого своеобразного боя, так называемой телефонной будки, подходит. Два метра всего лишь ширину, не разгуляться. Биться надо постоянно на короткой дистанции. Сюда ко мне. Второе замечание. Третье замечание будет дисклификация. Второе замечание. Да, на фоне, что все захваты, все прихваты. Даже когда, условно, тебе пробивают миддлкик, ты не имеешь права захватывать ногу соперника. Никаких прихватов даже на долю секунды. Только жесткий бой, только честная борьба. Никитенко, конечно, чудеса, стойкости нам демонстрирует. Да, это... Мы знаем, что фильм «Спарта» был снят Николаем Кудряшовым, где, собственно, за основу взяты эти события. И бои – это как бы продолжение фильма. Вот Николай может быть героем второй части «Спарты», мне кажется. Да, пока что первый герой явно определяется, это Николай Никитенко. И что, все, элиминирован его соперник, элиминирован за три замечания. И на лидер выходит, на фирмопил, простите, выходит Дмитрий Жаврид. Осталось всего два участника у АС-тим. А Николай Никитенко пока работает за всю кузню. И снова, смотрите, снова стоит, выжидает, принимает удары. Ну, мы видим, конечно, что сумасшедшая динамика диктуется правилами поединка. Это прекрасно. Очень короткое время для боя, за которое нужно сделать очень многое. Именно это дает зрелищность. Ну, у меня что-то складывается роман, ощущение, что Никитенко, похоже, решил в одиночку всю АС-тим вынести с фирмопил. И стать первым «Спартанцем», первым героем этого турнира. Да, это третья пятиминутка идет, потому что предыдущий тоже пять минут он выставил практически до конца. Никакой паузы для отдыха у него практически не было. Стоит и рубится этот воин. Да, действительно, у каждого бойца есть шанс войти в историю. И Никитенко в эту историю уже входит. Да, весь мир помнит, какой был первый бой UFC, да. И теперь, может быть, весь мир запомнит, какой был первый бой на термопалл Team Combat. Попадает по это, ПВУ. И что, и третьего оппонента он элиминировал? Или это просто пока нокдаул? Да, нокдаул насчитал рефер. Немножечко восстановился Дмитрий, пытается атаковать, но похоже, что психологическую войну уже здесь выиграл Николай Никитенко. Человек-кремень, человек-история. И как меняется лицо четвертого оппонента в команде в ЕС. Он понимает, что ему выходить против того, который уже победил трех его одноклубников. Все. Дмитрий Жаврид покидает фермопил и Федор Колтун. Последний вестим. Ну, дали, дали Николаю Никитенко все-таки отдохнуть. Он покидает фермопил. Покидает его непобежденным. Это человек, который одержал три победы. Аэстафид... Браво! Браво! Настоящий воин. Аэстафиду принимает Максим Логинов. Ну что ж, первый герой. Первый герой термопил в Тимком отопределён. А сейчас будет определяться первый командный победитель. Удастся ли Федору Колтуну сделать... Сделать историю. Перевернуть весь этот командный бой. Огромный вопрос. Потому что в Кузне, что ни человек, то настоящий мастер ударных единоборств. Ух ты, как здорово попадает по корпусу. Да, действительно, мы наблюдаем с вами бои, как в фильме. Сидят три поверженных представителя. Весь Тим делёт его. Их последний, четвёртый представитель. Который защищает и себя, и всю команду. Но, судя по всему, самого сильного они поставили в начало. И эта ставка не сыграла. Рустам Рахимов имел шанс выиграть. Но Николай Никитенко показал чудеса воли и техники. Битком забила 7-1 арена. В Санкт-Петербурге зрители знают только в настоящих сражениях, в настоящих боях. И именно на их глазах здесь вершится история. А Максим Логинов идёт за победой за своей личной и за общей командой. Но пока Фёдор стоит, не пропустил он пока жёстких каких-то ударов. Но видим, что более агрессивно пока выглядит, конечно же, Максим Логинов. И более технично. Да, и как раз и на более технично. Уровень всё-таки разнится. Тут, конечно... Ох ты, попал, да? Фёдор, конечно, парень боевой, духовитый. Это видно, сердце воина у него. Он понимает, что ему нужно три победы одержать. И понимает, какого уровня бойцы перед ним все стоят. Но отступать ему некуда. Позади него вся команда. Они уже покинули фермопил. И ему нужно выигрывать во что бы то ни стало. Хороший, мощный удар навстречу. Удар по корпусу. Но Максим Логинов, конечно, на руках. Явно техничнее своего оппонента. Фёдор старается. Старается изо всех сил. Ударов в захвате нет. Сюда. Когда-то турниры К-1 унифицировали все правила кикбокса, китайского бокса и бокса. Сделали три раунда по три минуты. Мир увидел сумасшедшее зрелище для ударников. Здесь же Дэниел Литвинский, Николай Кудряшов, основатели ThermoPile Team Combat пошли ещё дальше. Они сузили пространство, на котором нужно вести бой. И ещё меньше сделали хронометраж этого поединка. И всё вместе это дало вот эту сумасшедшую динамику, которая не прекращается ни на секунду. Бойцы вынуждены постоянно идти вперёд, постоянно атаковать. Да, динамика просто потрясающего поединка. Мы с вами наблюдаем уже 15 минут боя. Просто без перестановки, без отдыха, без каких-либо пауз. Остаётся минута 50 секунд схватки Максима Логинова и Фёдора Колтуна. Помню, что плечи и удары в плечи нет. Бой! Это Кузьи из Краснодара против Эйстима Санкт-Петербурга. Первый в истории командный поединок. ThermoPile Team Combat. Фёдор не намерен сдаваться. Показывает он чудеса силы воли. Идёт он вперёд. Третье, захватит. Всё. Внимательно. Опять замечание. И всё. Да, за третье замечание дисквалифицирован Фёдор. Ну что ж, правила ещё новые. Кузня! И он выходит в Кузне! Техника удара. Онлайн-курс для домашних тренировок. Лучшие приёмы. Растяжка для бойца. Эффективная работа на мешках, лапах и падах. Самооборона на улице. Избавление от страха уличной драки. Физподготовка для бойца. 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Забирай Базах. extremрий.